Знакомиться с произведениями классиков и современников стало гораздо проще. На улицу города вышел читающий транспорт. Среди них один автобус, два троллейбуса и 10 трамваев. Создать в Ульяновске интеллектуальный транспорт инициатива местная, а вот помощь федеральная. Совместный проект Дворца книги «Ульяновская электротранса» и «Литрыса» получил грантовую поддержку в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом Путиным. Смысл этого проекта в том, чтобы жители города, ульяновцы читали в удобном для них месте, знакомились с хорошими книгами российских авторов, ульяновских авторов. А как это осуществить? В городе до конца этого года будут курсировать 13 единиц транспорта. Читающий транспорт отличается от обычного своим внешним видом. Техника в основном коричневого цвета и обклеена наклейками, где большими буквами указано название проекта. Внутри электронные полки. Такие стеллажи дают возможность скачать книгу на любое устройство, читать, не сходя с места. А на экранах мониторов, видеоролик, литературная карта Ульяновской области. Трансляция позволяет пройтись по литературному пространству Симбирско-Ульяновска 19-21 веков, все так же оставаясь на месте. Полки в виде плакатов о книге электронной библиотеке, читающей у транспорта, десятки произведений. Среди них и работы ульяновских писателей и поэтов. Книгу можно загрузить через QR-код при помощи камеры гаджета или приложения. Дальше регистрация в электронной библиотеке. Произведение в бесплатном формате доступно в течение 30 дней. Главное иметь хороший интернет при скачивании, ведь читающий транспорт не оснащен Wi-Fi и не пропустить свою остановку. Это, я считаю, уникальный проект. Я думаю, что не только у меня такое впервые, что у многих писателей, поэтов города Ульяновска это происходит впервые. На самом деле это очень хороший проект, который открывает возможности для продвижения творчества молодых авторов, творчества наших земляков. И для меня, конечно, это большая гордость, личная гордость. В первый день проекта брендированный трамвай отправились по маршруту номер 22 и 4. Первым пассажирам читающего транспорта раздали листовки с инструкциями, а в качестве подарка – книги в бумажном переплете. Ринат Альгулова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова